Здравствуйте, друзья! Компания BMW оставила позади Mercedes и Audi, Honda прощается с бензиновыми двигателями, а Audi последует её примеру. Это канал King Drive и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. А также напоминаю о нашем инстаграме, который доступен по ссылке в описании. Переходите и присоединяйтесь! Компания BMW отчиталась о рекордных продажах на рынке США. За минувший 2020 год немецкому концерну удалось реализовать 278732 автомобиля на территории Соединенных Штатов и тем самым завоевать титул самого продаваемого премиального бренда, оставив позади даже японский Lexus с результатом в 274041 автомобиль, который пользуется огромной лояльностью у заокеанских друзей. Но что самое важное, BMW удалось обойти по продажам Mercedes, который занимает третье место с результатом в 274916 машин. И это только легковые автомобили. И, конечно же, Audi, занявшую четвертую позицию с показателем в 186620 машин. Все бренды в связи с пандемией реализовали в 2020 году значительно меньше автомобилей, чем в 2019. Но самое любопытное, что самый большой спад наблюдается у компании BMW – аж 17,5%. К тому же в период с 2015 по 2019 год немецкий концерн был уличен в искусственном завышении продаж, за что заплатил огромный штраф. Будем надеяться, что в этот раз немцы предоставили достоверную информацию. Что касается Mercedes и Lexus, то у них спад составил 13,7%, соответственно. А вот у Audi дела обстоят хуже всего. Производитель меньше всех реализовал продукции в 2020 году. И к тому же на фоне пандемии продажи упали на целых 17%. С полноценной версией рейтинга вы можете ознакомиться в нашем инстаграме по ссылке в описании. Новый Civic Type R станет последней моделью с бензиновым двигателем, которая будет продаваться на рынке Европы компанией Honda. Об этом сообщило издание Автокар, ссылаясь на свои источники внутри компании. Подобные планы кажутся вполне вероятными, ведь с каждым годом требования по среднему уровню выбросов ужесточаются, и многим автопроизводителям становится все сложнее выпускать автомобили, соответствующие всем стандартам. А учитывая, что Европа в этом вопросе впереди планеты всей, то неудивительно, что Honda в первую очередь покинет именно этот рынок. Если верить утечкам, именно заряженный Civic Type R нового поколения станет последней моделью с ДВС, которую будет предлагать японский производитель на Старом Континенте. После чего Honda окончательно выведет все подобные модели из данного рынка и будет предлагать исключительно автомобили с нулевым уровнем выбросов. По слухам, новый Civic Type R сохранит двухлитровую турбочетверку и получит модернизированный турбонагнетатель, и, как и раньше, будет предлагаться с механической коробкой передач. Компания Audi к 2035 году хочет полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Пока это еще не официальная информация, но в кулуарах компании сейчас активно ведутся переговоры о дальнейшем пути развития. И, судя по последним данным, многие акционеры склоняются к тому, что Audi таки придется избавиться от производства двигателей внутреннего сгорания и полностью сконцентрировать свои усилия на электрокарах. Уже в этом году немцы представят новый e-tron GT. Это будет самый передовой продукт компании на сегодняшний день. А уже спустя несколько лет на рынок выйдут первые модели, построенные на абсолютно новой платформе, рассчитанной исключительно на электрокары, что полностью изменит правила игры и сделает Audi конкурентоспособной в дальности хода и эффективности электроустановок. Уже к 2025 году немцы планируют вывести на рынок около 20 полностью электрических моделей, а к 2035 и вовсе отказаться от производства ДВС, сокращая год за годом выпуск дизельных и бензиновых силовых агрегатов. Что ж друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте о группе в инстаграме, которая доступна по ссылке в описании. Всем удачи, пока!